всем привет вы слушаете пятый выпуск подкаста sdcast на разработке по его окрестностях с вами я к и кобычный кс-даймон сегодня меня в гостях роман дворнов джесс разработчик в компании островок автор фреймворк базис джесс ром привет привет ну вначале как всегда пара слов о себе может быть я что-то забыл чего-то недосказал интересного ну что теперь сказать в принципе я разработчик программист в общем программист со стажем сейчас я не сразу начал разрабатывать именно фронт-эндом и занимался много чем еще начал увлекаться программированием в школе потом был бэкэнд десктоп база данных все дела и вот в данный момент я начал заниматься фронт-эндом углублено это занимаюсь этим лет восемь-девять наверное это так ну слушай большой срок большой срок для меня это еще дольше конечно но вот да собственно говоря все это время я пытаюсь делать учиться делать крутые штуки ну и получать краски всякие побочные явления такие допустим фрамбурга краски которые ты называл здорово ну вот кстати вопрос о фреймворках вот расскажи про немножко про свой фреймворк может быть немногие знают ну кто-то был лучше кто-то слышал ну в двух словах сказать что он из себя представляет и вообще как давно он появился как пришел к нему к этому фреймворку чтобы начать разрабатывать ну собственно говоря история давние и этому фреймворку примерно восемь лет вообще как все получилось то есть не было такой цели создавательный фреймворк просто вообще как у меня получилось так что я стал заниматься так усиленно фронт-эндом дело в том что как раз таки я до этого занимался бэк-эндом писал там различные цимояски различные модули то есть как-то делал какой-то интерактив но вот это был без фанатизма точки зрения фронт-энда а потом мне попали в руки такие замечательные книжки как тсс зэнгадом ддршик который вот написал и который собственно говоря не привернул вот мой мир восприятие фронт-энда и как эта книжка на самом деле описывает то что как будто есть одна страничка какой-то хтмл и к ней разные дизайнеры и разные верстальщики придумали кучу дизайнов то есть только с помощью тсс сделали совершенно невероятные штуки совершенно не похожи друг на друга и тогда я помню насколько мощная вообще такая технология как css а другая книжка называлась поленепробиваемый веб-дизайн о ну тоже известная конечно да там автор может быть менее известный там дэн полный с интерхолм вот собственно он описывал методики как можно верстать блоками так чтобы при изменении контента и размеров блока верстка не разваливалась то есть у меня всегда была были мысли как же это делать я у него тогда делал только таблицами собственно говоря я вот узнал что это можно делать еще и блоками ну и собственно начал экспериментировать в пользу верстки новых стандартов тогда это было новое все блочные верстки ну и как бы в определенный момент там на css3 соответственно начал пробовать прокачался в этом плане мне стало все интересно то есть получилось сделать красивые интерфейсы такие как активные но потом потребовалось сделать какую-то динамику то есть оживляет ну и соответственно тогда были большие проблемы с кросс браузерностью то есть был интернет споро 6 и был фэрфокс еще там первой версии даже может быть более ранее угу ну как бы писать свои как бы каких вот тех брукс браузерных танцев не хотелось и я соответственно взял там которая была для тех кто этот прототайп gs ну известная была в те времена да в те времена была очень очень известная вот я ее взял начал пользоваться а потом не обнаружил самый ее большой минус то что там расширялся прототип объект то есть стандартного объекта и получается что любая карта содержала лишние ключи то есть любой объект ну и вот и собственно с этого все началось начал перетаскивать функции из прототайпа и сделать свою маленькую библиотечку и вот потом еще посмотрел какой код в прототайпе что там в принципе он очень был неэффективный даже автор сам признавал что это вот писалось так на колянке для себя как бы без без права как будто сбыть как бы таким эталонным решением вот а потом появились задачи появилась первая задача сделать одностраничное приложение собственно говоря вот тогда я уже начал создаваться этот фреймворк как бы то есть был бы просто как библиотека как бы хелпер грубо говоря для создания интерфейса а постепенно постепенно делал как разобираясь в этой теме занимаясь более углубленно решая очередные задачи которые возникали вот и появился в принципе фреймворк и в принципе его основная откраска его основное предназначение помогать делать сложные приложения одностраничные приложения вот как бы не очень коротко конечно но да не ну хорошо ну а из каких так сказать он таких ключевых компонентов то есть в принципе насколько я вот посмотрел я так с ним близко конечно не знаком но это он включает в себя так сказать и там шабунизатор и модели так сказать ну кусок для работы с какими-то данными да и также какие-то интерфейсные штуки то есть там всякие слайдеры менюшки и прочие штуки вот да правильно ничего я не забыл ну в принципе некоторые я еще забыл конечно это не так важно ну я имею ввиду из ключевых то есть это не просто вот там какой-нибудь как jQuery да только чистая работа с домом там или там не знаю то есть это и связь UI и какие-то компоненты и в то же время шабунизатор достаточно мощный про который конечно же мы еще поговорим то есть мне кажется его вот имеет смысл сравнивать там с какими-то там YUI да как мы тут выяснили как это правильно надо произносить да 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 xjs dojo да все это в этом роде но в целом его основная задача в том чтобы взять только его то есть взять этот фреймворк и в принципе собрать приложение достаточно сложное то есть не нужно там использовать какие-то сторонние библиотеки конечно это возможно это можно делать иногда так происходит но по большей части все необходимые в нем есть в нем есть краски модуль который ты назвал есть шабунизатор есть все для построения интерфейса модели управления данными своего рода реактивность там есть определенная вот и другие моменты вот то что касается компонент они там есть но они в основном используются как пример реализации то есть на этой платформе и для прототипирования из-за такого быстрого создания какого-то базового интерфейса в основном как бы конечно же компоненты обычно для каждого практика это самостоятельно это не очень сложно это наоборот достаточно просто и собственно вот берешь базис в путь делаешь приложение ну это знаешь это вот конечно всегда все к этому стремятся чтобы взять какой-то там один язык или там один фреймворк если да и вот на нем прямо построить всю вырастить экосистему но как показывает практика в реальной жизни всегда чего-то где-то не хватает да вот насколько в данном случае базис позволяет гибко себя настраивать ну то есть для примера там в том же самом ангуляре мы тут с Андреем общались в предыдущем подкасте что он говорил что очень легко какой-нибудь там маленький плагинчик да который добавляет какой-то функционал тот же самый там jQuery обернуть в сервис ангуляра и тем самым позволять им оперировать в своих шаблонах и вообще в процессе работы вот как с этим обстоят дела в базисе интересно ну что касается различных сторонних библиотек это все конечно же тоже поддерживается то есть это нет смысла конечно использовать модели какие-нибудь например из другой библиотеки потому что здесь в принципе все есть ну в большей степени не ну понятно что ключевые такие вот опорные столпы конечно смысл нет иначе зачем тогда вообще ее брать если проще взять другое компоненты компоненты например тоже как бы просто достаточно создается но если допустим есть какой-нибудь крутой там компонент который сделан jQuery например то вполне можно тоже взять тоже сделать некоторую обертку и в принципе использовать в интерфейсе это не без проблем в принципе я постоянно экспериментирую с различными библиотеками решениями допустим есть такие компоненты которые мне лично писать не хочется такие как допустим VC-вик редакторы какие-нибудь отображители графов или графиков ну да да есть уже какие-то люди потратили на это немало часов недель месяцев и просто повторять это когда уже есть готовый кусок который проще немножко поднастроить под себя ну вот собственно говоря это да делается поэтому для этого делается все то есть что-то не хватает это соответственно допиливается чтобы в пользу того чтобы это было возможно так что в принципе сторонней библиотеке балкон можно использовать сейчас так и бывает что какие-то вещи они используются понятненько ну расскажи какие вот всегда мы слышим там про дом шаблонизаторы да вот здесь тоже у тебя используется этот подход немножко сильные слабые стороны этого подхода что ты скажешь я думаю уже в этом деле профи можешь опытно сказать ну да собственно говоря вообще сам фрэмворк по SGS он изначально строился на модели дом то есть там не просто работа с домом нативным но в эту модель она внесена в принципе в интерфейс то есть каждый компонент каждая часть компонента она в принципе представляется некоторым таким узлом ну что-то вроде эмуляции нативного дома и весь интерфейс строить в виде некоторого такого большого дерева сначала не было шаблонов тоже работали напрямую с домом то есть создавали там элементы планировали было не очень удобно потом естественно получилось все что мы сделали с шаблонизацией мы просто добавили более понятно удобное описание чтобы было меньше кода по работе вот такого прямого с нативным домом все упростило и стало проще это было достаточно не так уже давно 3-4 назад вот собственно говоря мы все развивали а сейчас ну как бы я лично верил всегда в этот подход потому что организация именно веб-приложении должна быть основана на модели том потому что это более такой понятный браузеру вещи и она более быстро и более гибкая тогда она динамически перестраивать ну просто то что видит интерфейс ну и в принципе получилось очень круто все это развить я вот недавно рассказывал про дом шаблонизаторы и сейчас все больше библиотек тоже начинают смотреть в эту сторону потому что теперь уже становится понятно как с этим работать такие такие там там рактив даже в эту сторону смотрит вот разработчики EmberJS тоже как бы сейчас делают новую версию хэндлбарс которая там будет работать в терминах дом то есть там такая вещь называется хэндлбарс но я слышал такой слушок что вроде как хэндлбарс войдет как часть хэндлбарс станет хэндлбарс 2.0 они хотят просто оставить интерфейс то есть как-то да то есть не интерфейс а это синтаксис составить ну да синтаксис интерфейс по взаимодействию с библиотекой ну и интерфейс тоже будет по сути тот же самый только там можно будет выбрать опционально что производить на выходе то есть производить строку то есть дом фрагмент и в принципе вот хваленная скорость реакта она основана в том как раз таки по большому счету работает именно с домузлами то есть там делается конечно абстрактный актуальный дом который потом транслируется настоящий нативный но вот то что там работают краски с узлами они постоянно трансформация html то есть строки в дом и обратно но и получается так быстро ну вот хэндлбарс тоже на самом деле достаточно быстрый и в принципе он бьет там даже хэндлбарс там несколько раз так что это говорит за себя но краски домшимизаторы они дают не только производительность как таковую и гибкость они дают еще гораздо больше видеть вещей допустим легче отлаживать что у нас происходит на странице как мы можем допустим узнать каким же шаблоном был произведен тот или иной узел соответственно просто переходить к его описанию ну как пример да и делать какой-то более такой глубокий анализ так как мы понимаем что в этом описании где у нас элемент где у нас атрибут как они взаимодействуют с данными то есть какими-то биндингами какие там классы могут быть естественно делать какие-то оптимизации ну да ты вот рассказывал там про тепловые карты такая мне тоже с точки зрения анализа вот когда конечное приложение понимание где что куда чаще где какие узкие моменты можно лучше чуть соптимизировать с точки зрения рендеринга может быть немножко переверстать чтобы ускорить да вот такие штуки да 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 ну в эту сторону пока еще мало кто смотрит то есть пока что есть домшебнизаторы которые просто считаются быстрыми там более гибкими надежными но вот в сторону инструментов пока не смотрят но я думаю что это все пойдет в эту сторону вот я еще забыл сказать что как раз потому что организация позволяет делать такие лайф апдейты когда мы меняем написание шаблона и у нас меняется часть странички без ее перезагрузки вот собственно это тоже все возможно благодаря тому что у нас есть дом мы знаем что лежит как вообще все это работает по поводу недостатков этого подхода он в принципе один то что мы работаем с дом узлами их нельзя описать текстом да то есть нужно создать какие-то объекты соответственно все это двигается джаваскриптом и на бэкэнде если мы хотим допустим давать страничку там статичным то есть в виде текста это делается проблематически то есть там можно конечно использовать модули например для Node.js которые ну используют типа рендеринг то есть движком джаваскрипта уже генерить конечный html и потом его отдавать в виде статики правильно я понимаю да ну да например такой подход есть еще эмуляция дом там JS дом для Node.js который позволяет в принципе работать как будто бы в браузере то есть вообще то есть там ничего не рендерится понятно это не настоящий нативный дом просто объекты которые похожи на настоящие домузлы и библиотека думает что он работает с настоящим домом какая разница в принципе вот ну и собственно говоря так можно обмануть и получить фактически документ потом сделать его и на html получить и отдавать страничку но чаще всего конечно использовать phantom.js или сервисы которые делают как раз фактически генерировать страницу получать html и дает уже поисковику хотя с другой стороны сейчас уже в принципе индексировать нормально и страницы которые генерируются полностью JavaScript например недавно Google анонсировал своего робота нового поколения который уже умеет взаимодействовать да то есть умеет вообще исполнять JavaScript и в принципе получать какую-то страницу то есть html в принципе вы уже индексируете так что в принципе я думаю еще несколько лет эта проблема может уйти ну да здорово слушай вот ты еще там говорил про соответственно быстрый апдейт связь с данными вот расскажи как у вас устроена связь ну биндинг двухсторонний биндинг данных моделей да с шаблонами но там как такового двухнаправленного нет там однонаправленные как раз таки то есть мы прокидываем значение из компонента непосредственно в шаблон видишь там получается что тоже постоянно говорю к чему надо стремиться наверное мы стремимся это разделение логики представления как раз таки в шаблоне то есть в доме то есть в документе мы не храним никакую информацию которую мы используем допустим в своем приложении вся информация все данные у нас хранятся в объектах то есть в компонентах в определенных моделях а шаблоны фактически только отражают состояние текущее состояние значений вот когда что-то меняется в компоненте или модели то эти значения прокидываются уже в шаблон то есть фактически значения прокидываются в шаблон и трансформируется там все это дело в какие-то домоперации то есть меняются текстовые узлы меняются атрибуты представляются элементы и тому подобное а значения прокидываются посредством оповещения ну то есть у вас модель это сложный объект гетер сетерс который соответственно каждое изменение влечет там уже в принципе не так важно как реализован компонент и реализованная модель шаблона просто когда мы ставим экземпляр шаблона то у него есть он представляет интерфейс и там есть один такой метод set который принимает два параметра название значений и само значение вот мы этот метод вызываем в каких-то условиях и фактически значение что-то там какой-то узел складется или какие-то узлы или атрибуты что там происходит мы не знаем об этом в принципе вот сам шаблонизатор он достаточно изолированный то есть он не так зависит от базис как сильно и можно его использовать в принципе с любым другим фрамворком или библиотекой бэкбон неважно может даже jQuery может подружить но у меня вот был эксперимент именно с бэкбоном там даже есть пример как он переделывается то чтобы использовать этот шаблонизатор ну в бэкбоне это достаточно просто у него с точки зрения описания вьюх очень-очень здоровый модуль там метод рендер да там он что-то там пререндер все такое очень красиво подсунул подпихнул а сериала из дата вот эти все штуки там все немножко не так дело в том что как раз таки в этом случае мы берем и забываем по-моему я вот точно не скажу но по-моему да мы забываем про вообще про такую функцию как рендер в целом и просто а ты тогда через события получается идешь да ты с точки зрения подписываешь подписываешься на события обновления данных модели и это у тебя просто уже прокидывается в твой шаблонизатор который все это дело меняется там просто на самом деле с точки зрения все стороны компонента мы описываем какие значения мы хотим отдавать шаблону эти значения они для них делаются то есть какая-то функция которая получает собственно представление интервью компонента что-то из него какие-то поля как-то их преобразовывает и отдает наружу это значение уже попадает в шаблон собственно все что нам нужно нам нужно описать такой словарик в компоненте который бы сдержал такие значения то есть ключ это будет название значения а само значение это будет уже функция которая вычисляет это значение и все соответственно эти биндинги в случае если они используются шаблоном слушают события в компоненте если события происходят значение перевычисляется и прокидывается опять же в шаблон то есть мы вообще в принципе мы вообще забываем что есть такая функция render мы забываем что нужно ее вызывать мы просто работаем с методами то есть API компонента или представления работаем с API моделей меняем значение через методы и все попадает в шаблон уже автоматически понятно слушай а вы используете какие-то вот современные такие штуки всякие обсерверы там mutation обсервер которые вам поскольку односторонне наверное не нужно а именно вот слушать биндинг к объектам да JavaScript соответственно какие-то такие вещи нет именно Object Observe мы не используем и я пока что до конца не понимаю где это можно восприменить в принципе Object Observe это совсем новая штука которая только появилась в последних ромах ну в общем да да конечно она только появилась но вот как сама идея то есть ее эмулировать очень сложно с точки зрения производительности я не уверен что это на самом деле все пойдет возможно станет везде доступно но я не очень уверен в этом и в принципе в нашем случае это не так уж нужно потому что у нас все построено на событиях то есть событийная модель но она тоже в общем то родная для браузера это модель событий то есть там все события так или иначе асинхронные вызываются ну в целом да но там немножко другие события конечно идут немножко по другому устроена сама модель но в целом да приближена то есть событийная модель она везде была есть и я думаю что будет тоже вот на самом деле там есть очень много проблем вот там сейчас восторженные возгласы по поводу того что это все не нужны там библиотек чтобы написать там делать биндинги двухнаправленные там подобные ну вот вот да вот очень много статей согласен что вот вы делаете plain JavaScript object на него подписывайтесь и сразу все хорошо и я вот буквально кажется сегодня читал что в Ember или еще где-то значит они уже запланировали чтобы заюзать обсерверы чтобы так сказать в дальнейшем когда они ну сначала с полифилами там да так сказать а дальше уже нативная поддержка вот твое мнение по всему этому шуму ну да по поводу Ember как раз таки они сказали что вроде как будут использовать на самом деле вот кому на руку так это то есть там используется duty check и в принципе если есть object observe то duty check становится как бы ненужным но остальное в принципе я не думаю что это будет особо актуально по крайней мере ближайшие там несколько лет и здесь еще нужно понимать что object observe это не по нации она решает определенную задачу возможность слушать сделать слушать изменения с мутацией какого-то объекта там получается достаточно много кода то есть получится все равно нужно какое-то дело свои заготовки чтобы это видео выглядело проще нужно либо использовать опять же заготовые чит опять же ужасно получается какая-то библиотека потом там получается что события накапливаются синхронно то есть получается что у нас объект может поменяться несколько раз да и у нас накопятся придут сразу все изменения которые там происходили за какой-то период ну да с последнего вызова то есть нужно опять же смотреть какие изменения на самом деле уже не актуальны какие актуальны это одна проблема а другая еще проблема то что это все красиво и здорово в простых случаях когда у нас нету двухсторонних связей у нас нет никаких циклических связей там через 33 объекта например когда значение меняется у одного объекта его слушает другой объект который меняет что у себя его слушает третий объект что меняет у себя и таким образом все приходит опять же в первый объект эти ситуации они встречаются очень часто в сложных системах и краски фреймворки пытаются вот бороться с этими рекурсиями с этими циклами как бы эффективно да здесь остаемся опять же одни на одни и нужно все это разрешать самостоятельно в общем там достаточно много проблем то есть это да крутая штука очень интересно поэкспериментировать попробовать но как бы сказать что прямо это все решается проблемами я вот много как-то так ну понятно в общем целом да я с тобой тоже наверное согласен что просто сейчас такая ситуация очень много много всяких интересных штук появляется и в силу вот такой информационной вот это большой перегруженности да очень лавинообразно это все развивается и вот там малейшая какая-то маленькая штучка сразу все о это все это будущее за этим потом здесь как раз таки мне это все пугает последние годы то что все развивается ну веб развивает развивается в JavaScript это все очень круто безусловно но он развивается слишком быстро и многие решения они не додуманные они продуманные и они уже ну появляются первой реализации они уже уходят ну как говоря в продакшн да и это очень страшно почему потому что в свое время когда вот на заре веба мы придумывали тоже очень много там казалось тогда крутых штук влады которых мы сейчас до сих пор пожинаем да то есть не очень хорошо спроектирован то есть в самом JavaScript там есть много всяких вот этих вот ват моментов когда-то это было сделано на скорую руку в итоге сейчас это оставляет проблема которую мы решаем то соответственно сейчас эти всякие интерфейсы новый функционал то что появляется может таким же образом вернуться в будущее то есть сейчас это кажется круто но мы еще не видим всех последствий которые вот эта фича может принести ну с одной стороны это так но смотри попробуйте оппонировать с другой стороны сложно очень рассуждать теоретически да и думать пытаться как-то выработать какое-то вот идеальное решение и только потом его реализовать появляются всякие вот там технологии да техники они появились где-то они там в девелоперских версиях реализовались в браузерах да это дает возможность разработчикам их пощупать уже вживую и понять нужно оно удобно неудобно потому что ведь мне кажется вот опыт он сам расставит точки над и то есть ну если эта вещь какая-то действительно неудобная ей не будут пользоваться и в итоге она сойдет на нет вот ты не согласен с этим но отчасти я с тобой согласен да здесь есть другая момент понимаешь допустим если мы берем новую функциональность то много функциональности как бы ее можно использовать JavaScript стандартные методы да она может работать не идеально не так как хотелось бы да но уже можно пробовать и она будет работать сегодня и будет работать завтра в принципе многие вещи которые сейчас есть в JavaScript они появились сначала во всех библиотеках и повсеместно используют например метод функции bind да то есть сначала придумываем даже по-моему если не ошибаюсь в том же самом прототайпе появилось потом она разъехалась по всем библиотекам в итоге ее внесли в ES5 да оно появилось уже нативно в браузерах то есть вот это пример хорошего такого хорошей эволюции то есть раньше нам нужно было все делать самостоятельно а теперь это уже браузер есть но когда делать функционал который в принципе не полифилится нормальным и спорный с точки зрения того что мы его не обкатали именно сами полифилы временные решения а сразу идем в бой а потом посмотрим как это все будет хорошо это будет или плохо это вот не очень плево тем более что например это же самое сегодня мы с тобой говорили по поводу проеменства вернее даже я сегодня твитил вот ситуация с проеменствами тоже интересная идея появилась достаточно давно и было очень много в принципе и сейчас есть которые реализуют эту идею отложенных функций в принципе чтобы избежать этого callback hell так вот каждый реализовал по-своему у всех были свои какие-то определенные нюансы потом решили все-таки написать стандарт для этого всего и сделать ES6 реализацию promise сделали потом начали сделать уже имплементации появилась хроме рефоксе и что мы теперь видим что сделали реализацию а потом казалось что на самом деле нужно немножко по-другому поменять спецификацию но вот уже есть в старых браузерах есть реализация старого интерфейса сейчас теперь нам нужно делать уже ветвление в своем коде на старые promise или новые promise тем более что сейчас до сих пор не закончена эта спецификация и вполне возможно что это опять что-то поменяется в этом всем при том что сами promise например они хорошо полифилятся но самое интересное что нет нормального стандартного не стандартного официального полифил для promise хотя уже есть реализация в кроме в опере вот сейчас в сафари и вот в следующем интернспорте то есть но нормального полифила для сейчас пока еще нет ну я думаю он появится в ближайшее время в общем-то ну как бы он есть но он какой-то не такой какой-то не такой ну согласись что допустим полифил для такой функции как promise там 5 килобайт кода которого очень ужасно минимизируемый видит достаточно много в принципе по этому причине я на днях как бы сделал рефакторинг этого этой реализации сделал свою как бы можно сказать на самом деле она базируется на оригинальном вот получилось в два раза меньше сегодня как раз я еще делал замеры на нативные реализации в фрофоксе и в хроме и вот этого полифила там коллективного скажем продукта и получилось так что нативные промиссы работают несколько раз медленнее чем этот полифил при этом потребляют еще несколько раз больше памяти чем полифил то есть в принципе полифил нормально работает быстрее и экономнее по памяти чем нативные реализации это очень странно ну ты знаешь мне кажется это вызвано вообще вот общей такой тенденции ну не тенденции не знаю ускорением как-то вообще течение времени мне кажется происходящего не только там в айти сфере там веб разработки в частности но и вот в мире да то есть насколько раньше все было медленно и вот так долго постепенно развивалось да а сейчас все очень быстро и разработчики браузеров поскольку все таки как мне кажется там за вебом будущее очень большая конкуренция и вот они пытаются как можно быстрее реализовать у себя какие-то вот новые технологии да так сказать показать что вот вот наш браузер уже это поддерживает да этого еще нигде нет но мы уже мы уже на стрие ножа что называется ну это это безусловно как плохая так сказать сторона этого медали в том что конечно же разработчики не могут сразу сделать хорошо и качественно да поэтому на это уйдет больше времени они окажутся в роли догоняющих поэтому вот так получается но с другой стороны вот смотри там веб сокет да когда-то их тоже не было и все только говорили да классная штука было бы здорово там появился один RFC там стандарт да этот самый хиби ди как он там тринадцать десятый вот но в итоге все это много да вот в итоге это же все вылилось да был какой-то период времени когда были и то и все и третье а сейчас все вот RFC пожалуйста и в общем то все браузеры его поддерживают и мне кажется вообще в принципе уже можно спокойно в продакшене не напрягаясь использовать вполне себе такая устаканившаяся технология ну если например веб сокет то они развивались достаточно нормально в том плане что были реализации но они были за флагом да и они были в принципе все за префиксами то есть те которые появлялись там Firefox потом отключали Firefox потом обратно вернули и без префиксов появились реализации только тогда когда уже был стандарт переписанный там ну не знаю раз пятьдесят наверное то есть как раз таки люди писали стандарт пробовали его смотрели что не получается переписывали заново и вот не нагенерировали кучу версий одного стандарта получился один стандарт в AppSockets да и который в принципе сейчас есть во всех браузерах да но были как бы реализации которые можно было на свой страх и риск использовать но они с префиксом вот а сейчас то что без префикса они все стабильные реализации я говорю немножко про другое это же когда делают реализацию без префиксов без флагов как бы и это начинают реально использовать а потом меняет как бы сделана реализация по сырой спецификации а потом спецификация меняется получается что у нас в двух версиях браузера одинаково называется вещь но она работает совершенно по-разному и тут мы возвращаемся к тому что у нас было буквально две пятнадцать назад даже не меньше десять лет назад когда у нас браузеры были все разные нужно было делать кучу тестов чтобы выбрать какой же вариант мы можем использовать в данном случае для данной версии браузера вот то есть мы в принципе сейчас возвращаемся обратно к браузерной войне с одной стороны я не скажу что этого не будет но вот напоминает все развивается по спирали как известно и в общем то да она просто немножко браузерная война сместилась в другую сторону то есть с другой стороны мы ее видим опять таки эти префиксы вот ты же наверняка тоже помнишь эту страшную историю когда раньше были у каждого браузера свои префиксы и все прекрасно понимали какие кто можно было бы хорошо прочитать понять выяснить какой браузер как именно имплементирует ту или иную вещь мс о там вебкит а сейчас когда одни браузеры поддерживают другие префиксы вот получилась какая-то полная я вообще не знаю неразбериха если честно если так легко выразиться да сейчас эта проблема уже по-моему не так сильно актуальна то есть это было одно время со стороны оперы когда они решили поддерживать префиксы вебкит опять же почему то получилось потому что вебкит шел впереди планеты всей наимплементировал кучу всяких полезных штук совершенно не продумав то есть там были многие крутые штуки бесспорно но они были придуманы так вот на коряночке сейчас давай запилим будет прикольно вот сделали да прикольно но если посмотреть на них с точки зрения css как будут спецификации то они совершенно были не родные для css то есть они были есть неправильный синтексисом неправильной логикой решали не все кейсы и тому подобное в итоге да за это взяли пример такой градиент например там вебкита было по-моему три различных синтексиса переписывали градиенты два или три раза если не больше меняли синтексис полностью то же самое с флэксбоксом ну там уже более-менее все было в руках так вот сделали много крутых штук на вебките то есть с префиксом вебкит выпустили и начали использовать в мобильной сфере да то есть любой сайт если делается под мобильным делается под что делается под вебкит потому что вебкиты есть на андроиде есть на айосе стандартные но с точки зрения мобильных мобильного сегмента конечно у вебкита просто бесспорное преимущество вот а теперь приходит Opera приходит Internet Explorer то есть приходит Microsoft у них есть современные браузеры которые поддерживают эти вещи то есть поддерживают там градиенты и радиусы и все что угодно но они поддерживают это без префикса а все использовали раньше и продолжали использовать с префиксом вебкит там это не работает и сайты разломаны это была большая проблема поэтому появилась такая ситуация когда там начали некоторые браузеры понимать префиксы вебкит для того чтобы нормально показывать страницы то есть здесь ситуация получилось да ну знаешь это напоминает старую добрую историю про то почему про user agent имеется в браузерах да тоже вот чем-то чем-то похоже когда Netscape начал вот тоже занимать рынок и все писали под него затачивали под него а тут значит Internet Explorer а что им делать? поэтому пришлось user agent поставить да вот до тех пор как я помню решение было общее такое что все новые вещи которые еще находятся в стадии обсуждения то есть еще не финальные их прятать за флаги то есть хочешь попробовать использовать сайди в настройки браузер поставь чтобы вещь уже работала сейчас пробу экспериментируй все хорошо но почему так происходит потому что завтра она может поменяться и будет совсем работать по-другому и что в следующей версии браузера пользователи получали новый API новый какой-то функционал который будет совместим со старым и нам не нужно будет делать две версии сайта там для Chrome допустим 35 и Chrome 36 потому что поменялся стандарт поменялась реализация ну почему-то как бы разработчики браузеров нарушают это соглашение за то же самое Chrome Blink сейчас все равно делают новые вещи без флагов без всего впереди планеты всей ну и да я тоже не приветствую это мне кажется за флагом оно вот немножко ну позволяет более четко разработчику понимать что это еще экспериментальная вещь и что не надо прям вот сломя голову пытаться ее везде использовать реализовывать да поиграться поэкспериментировать понять нужна не нужна это хорошо а вот так кстати да кстати еще одну вещь вспомнил мне вот очень нравилось как развивается спецификация нового JavaScript дело в том что многие вещи делались изначально таким образом чтобы можно было сделать полифил то есть уже сегодня использовать да и допустим для тех браузеров которых это не поддерживается можно подключить полифил в принципе использовать вот это решение и поэтому все интерфейсы реализации они это поддерживают то есть если что-то нельзя сделать на JavaScript сегодня то мы немножко поменяем чтобы это можно было сделать почему как бы то есть это нормальное по-моему явление и что-нибудь круто но потом потом как бы в определенный момент что-то начали делать так что это нельзя заплефилить нормально нельзя обратной совместимости какой-то нету это конечно уже менее хорошо ну в общем и целом да вот все опять таки упирается в то что гонка 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 кто первый и на выходе немножко страдают разработчики ну будем надеяться что они там все одумаются все таки ради светлого будущего все стараемся так да в целом я поддерживаю все эти вещи то есть это я за ну просто когда смотришь на некоторые новые штуки как бы и чувствуется что они немножко сырые то есть они еще не додуманные есть много вопросов как бы есть которые вот не решены и потом смотришь как бы вроде бы люди в обсуждении приходят к этому и ну дорабатывают что-то то есть этот процесс такой конечно долгий очень сложный ступенчатый здесь опять же такая вещь с которой нельзя торопиться потому что сейчас если сделается что-то плохо то через там несколько лет придется делать новую версию новую реализацию которая будет справлять ошибки прошлых лет ну в принципе веб весь такой конечно но хочется чтобы этого всего было меньше в итоге ну понятно но с другой стороны смотри сейчас в общем то вот в силу такой информационной вот этой насыщенной инфосферы да доступной любому каждому и опять таки open source направлению течению я имею ввиду можно участвовать и принимать участие вот в обсуждениях и тем самым вносить какие-то коррективы правки и пробовать как-то тоже принимать участие в направлении развития хорошее посыл на самом деле это стоит делать конечно это нужно очень много времени и не все это могут сделать но конечно вот вебу не хватает авторов да то есть людей которые могут сказать что-то критиковать то есть я сейчас говорю как бы со своей стороны но я не говорю там аудитории да там тебе но можно конечно говорить это все там DC39 который занимается новым стандартам джаваскрипта тем кто 3C который там занимается там стандартами дома и там подобные вещи надеюсь что у меня получится начать это делать и в принципе в ближайшем будущем я думаю что напишу несколько статей вообще просто я сейчас пытаюсь разобраться во всех этих новомодных штуках потому что даже я с моим опытом он достаточно сложно понимать не просто показывать там промежуток интерфейс да и как бы можно вот так это использовать а вообще принцип работы внутри то есть с точки зрения философии с точки зрения вообще как бы внутреннего устройства и применимость в различных ситуациях просто часто бывает что используют многие вещи не к назначению просто потому что это модно вот я видел что там использую поэтому я буду себя тоже использовать собственно говоря хочется забраться во всем этом деле и собственно сделать свое какое-то заключение и стать невидимым ну это в принципе правильно хорошая мысль мне тоже кажется потому что вот такими обоснованными продуманными какими-то изучениями и доведением этого своих каких-то умозаключений до сообщества можно только двигаться как-то вперед ну да ну вот кстати говоря опять-таки мы там упоминали open source да вот как течение которое появилось ведь когда-то же не было все было закрыто какие-то там скриптики на разных левых сайтах да сейчас вот там пожалуйста sourceforge гитхаб всеми нами любимый да кстати ваш базис насколько я понимаю тоже хостится на гитхабе да слушай ну а вот расскажи немножко как у вас какой-то комьюнити начинает появляться вот хоть ты говоришь ты упоминал что базису уже там порядка восьми лет да но вот насколько сейчас как-то появляется ли какой-то комьюнити вокруг этого фреймворка начинает появляется ли интерес у разработчиков кого используют да ты вот активно начал сейчас там выступать на конференциях рассказывать про него есть ли какой-то фидбэк по этому поводу фидбэк конечно же есть есть заинтересованность то есть людям это интересно особенно потому что он достаточно быстрый и пока что там для других различных тестов рассказывать я начал о нем не так давно это всего лишь год назад в прошлом году на рите его первое выступление где начал рассказывать а до этого я все время ждал когда же появился такой человек который вот будет ходить по каренциям о нем рассказывать ждал-стал-стал и вот не дождался пришло все в свои руки да 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 совершенно верно просто с новыми вещами всегда очень сложно какая бы она хорошая не была людям нужно первых привыкнуться увыкнуться с этой идеей и мыслью во вторых потом найти время найти задачи и много-много других факторов чтобы они начали уже пробовать и щупать и сейчас как раз таки то есть год была такая полу тишина то есть люди давали хорошие отзывы им нравилось не зажигались как бы то есть горят глаза но на выходе было практически тишина сейчас все больше и больше людей начинают писать задавать вопросы пробовать пытаться другим рассказывать и тому подобное то есть это только будет сейчас такое я считаю только начало волны какое-то надеюсь что таки что-то будет все больше и больше людей с новым всегда сложно но даже вспомнить например то же самое Яндекс да их не технологию бэм они очень давно они рассказывают на каждой конференции наверное есть доклад посвященный бэму и вот по их признанию да фидбэк пошел как будто активность какая-то определенная пошла так вот в конце прошлого года осенью примерно там в конце лета когда люди начали писать на форум начали создавать там темы начали статьи и еще создаватели начали делать какие-то метапы проблем и так подобные то есть для того чтобы это началось нужно было большое количество времени чтобы как бы дошло людей что вот это нужно попробовать и у них нашлось время ну да знаешь какая-то такая инертность у сообщества то есть ты вот первый раз услышал но услышал и услышал ты уже используешь какие-то существующие решения, тебя они в общем и целом устраивают, не устраивают, и есть задачи, да, и тут что-то, ну, услышал, там, и не знаю, там, базис, ну, ладно, ну, услышал. Второй раз, третий, вот уже думаешь, о, надо попробовать, уже вот как-то, что-то интересуется. Да, так и происходит. Да, то есть, в принципе, вот сейчас где-то тоже, где-то порядка года, да, наверное, такой период, когда вот начинает вот этот ком, скажем так, остановился, и, наконец-то, народ почувствует, хоть как-то пытается уже там пробовать, и так далее, да? Да-да-да. Нет, ну, это здорово, собственно говоря, посмотрим, так сказать, что будет дальше, в любом случае, желаю тебе успешного дальнейшего развития твоего фреймворка, вот, в этом направлении, ну, и много других интересных и успешных, надеюсь, решений. Вот. Ну, по-моему, стараться работать. Здорово. Слушай, ну, мы с тобой довольно-таки неплохо пообщались уже так почти целый час, вот, я думаю, что мы такую хорошую, добрую точку поставили, да, предлагаю на этом остановиться, вот, соответственно, если у кого-то будут какие-то вопросы, то мы, я думаю, с удовольствием еще соберемся и ответим на них, как ты считаешь? Да, конечно, я думаю, что, я думаю, мне несложно будет найти по фреймворку, если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте, либо задавайте там, есть ли какие-то вопросы на подкасте? Да, конечно, там комментарии, везде все, все есть. Ну, вот, можно написать туда. Так что спасибо, что позвал, было достаточно интересно, ну, еще зови еще, в общем. Да, спасибо тебе огромное тоже, что пришел, было очень интересно пообщаться, вот, все, всем спасибо, счастливо и до новых встреч. Пока-пока.